Добрый день, уважаемые телезрители! В эфире дневной выпуск новостей в студии Сергей Уланов. Сегодня руководство департамента по чрезвычайным ситуациям побывало в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Раскали Кабирова. Фронтовик ушел воевать 18-летним мальчишкой. Закончил службу уже в 1950 году. Наши корреспонденты узнали про боевые подвиги ветерана. Раскали Сингалиевич родился в 1924 году в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области. Когда началась война, он учился в 9 классе. Уже в следующем году парня призвали в армию. Раскали Кабиров попал служить на Украину. В 1945 году победу я встретил в Западной Украине. Западная Украина, город Владимир Волынска. Там встретили... Победу я... После победы еще служил в армии до 1950 года. В 1950 году деморализовался с семейным положением. Я член партии был. После прибытия в Каталовский район, мне сразу же взяли на работу в райком партии. День победы 9 мая будут дома, где будут встречать я. Руководство департамента ЧАЭС сделал ветерану подарок – плазменный телевизор. Сейчас здоровье 91-летнего Раскали Кабирова уже не позволяет ему посетить традиционный парад победы. Его он будет смотреть по телевизору. Они видели все тяжести и лишения воинской службы. Они видели смерть. Мы должны чтить и помнить то, что они для нас сделали. Они освободили нашу страну от фашистского ига. После войны Раскали Кабиров занимал руководящие должности в совхозах Касталовского района. У него пятеро детей, 15 внуков, которые гордятся своим дедушкой. Его заслуга воевала в том, что он стоял на границе, воевал в отечество войны. Потом после окончания войны была бандерцем в Западной Украине. Воевал партизанцем, близкими братьями. Всю жизнь воевал. Потом по семейной остеству вернулся. Для ветерана 9 мая было, остается всегда самым святым праздником. Днем радости и грусти. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Уральский городской суд санкционировал арест двух подозреваемых в организации незаконной перевозки трудовых мигрантов через границу вне пропускных пунктов. На суде рассказали, что подсудимые перевозить мигрантов в качестве рабочей силы начали еще в прошлом году. Все свои действия они отрабатывали по плану. Гражданин Узбекистана, которого пока не удалось задержать, набирал к себе в команду своих соотечественников, которым въезд на территорию России был запрещен. Затем перевозил их в Шимкент, далее на автомобилях в Западно-Казахстанскую область, а уже отсюда в Россию. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 394 части 3 УКРК «Организация незаконной миграции», совершенная в составе преступной группы. 3 апреля члены группы помогали перебраться через границу 11 гражданам Узбекистана в последний раз. Суд постановил санкционировать арест двух жителей Западно-Казахстанской области, Тасбулатова и Артагбаева, на два месяца. В результате реализации оперативно-розыскных мероприятий, инициированных прокуратурой области, сотрудниками Департамента Комитета национальной безопасности по Западно-Казахстанской области пересечен канал поставки наркотических средств марихуана из Казалардинской области через Актобе в Уральск. Сейчас ведется следствие по статье 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. В отношении задержанных избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Вблизи поселка Джамбетысанского района на международной трассе был задержан житель Западно-Казахстанской области, который следовал из Актобинской области на автомашине, в багажнике которого были обнаружены наркотические средства марихуаны общим весом более 7 килограммов. Также в городе Актобе были задержаны двое жителей Казалардинской и Актобинской областей в ходе обыска по месту жительства одного из которых были также обнаружены наркотические средства марихуаны весом более 17 килограммов. Курсанты военной технической школы показали, кто сильнее в казахшакуре с и силовых видах спорта, таких как армрестлинг и перетягивание каната. Меры приятия посвятили 70-летию победы. Все действия проходили прямо под открытым небом. Даже сильный ветер не испугал военных. В бой курсанты выходили, как и положено, спортсмены в специальных куртках. Новичками этих ребят не назовешь. К этим соревнованиям они готовились основательно. К тому же многие из них уже давно занимаются спортом. На базе военно-технической школы здесь развернут военно-патриотический центр. В этот центр входит 4, на сегодняшний день действуют 4 кружка. Один из них по борьбе в казахшакуре с кружок по автомобильному делу. В будущем, значит, в перспективе будут развернуты здесь кружки, такие как парашютные виды спорта, водолазные. В казахшакуре с традиционно не учитывается возраст и весовая категория. Достичь победы можно лишь в том случае, когда физическая сила и быстрота действий сочетаются с находчивостью и мастерством. А бой выигран лишь после того, как один из борцов будет положен на лопатки своим соперникам. Сегодня проводится спортивное мероприятие по видам по казахшакуре, архан-тарту, арм-рестлингу и гиревому спорту. Соревнования проводятся на высшем уровне. Никаких травм, ничего не было. По завершению соревнований все курсанты были награждены дипломами и медалями. Олег Великий, Алтамбек Макенов, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В стенах воинской части 55-17 «Сокол» был дан старт широкомасштабной акции «Мужество героев достойны». Продлится она до 10 мая, но начать именно сегодня было решено не случайно. Ровно 20 лет назад, 7 апреля 1995 года, на таджикско-афганской границе погибли 17 воинов внутренних войск. Их подвигу и было посвящено мероприятию. Ровно 20 лет назад, 7 апреля 1995 года, при сопровождении грузов через ущелье Пшихавр вдоль реки Пянш, между пограничными постами колонна свободной роты внутренних войск была подвергнута прицельному обстрелу моджахедами со стороны Афганистана. Неравный ожесточенный бой шел более пяти часов, атака была отбита. 17 военнослужащих внутренних войск погибли, 33 были ранены. Этот день был назван днем мужества тех, кто погиб на таджико-афганской границе 7 апреля 1995 года. 33 военнослужащих внутренних войск награждены медалями за отличие воинской службы первой степени. Особый сводный стрелковый батальон выполнял свою миссию и задачу по охране этих рубежей. И ребята, выполняя свой воинский долг, погибли на этой границе. Мы должны воспитывать будущие поколения, для того, чтобы они так же, как наши отцы, деды, защищали свою родину. В стенах воинской части 55-17 «Сокол» помнят подвиг этих бойцов, их мужество, которое помогло не дрогнуть в бою, проявить себя как настоящие мужчины, патриоты своей родины. Именно такие люди являются настоящим примером для молодого поколения. Поэтому на возложение цветов к обелиску, установленном на территории «Сокола», пригласили не только самих ветеранов локальных войн, но и молодежь. 15 декабря 2007 года по инициативе президента республики Казахстан Нурсултана Адвишевича Назарбаева при поддержке президента республики Таджикистан Емуали Рахмонова в городе Душанбе открыт монумент воинам-казахстанцам, погибшим на Таджинско-Афганской границе. Данное мероприятие стало частью огромной широкомасштабной акции «Мужеству героев достойны», которая продлится до 10 мая. Антон Киселев, Нурлан Кунашев, Рустам Джимашев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова